так сегодня новое приобретение линкольн электрик аппарат 180 к у меня сотка был теперь 180 сейчас буду его распаковывать краткие характеристики варит проволокой без газа с газом и с газом варит алюминий но для алюминия нужно ган который имеет сам ролик на ручке потому что проволока мягкая она через всю линию не протолкает она замнется вот проволока варит двадцать пятка тридцатка и 0 тридцать пятка это с газом я купил два рулона тридцатку тридцать пятку также варит 0 45 30 35 и 0 30 но это уже без газа который я сейчас работаю эта проволока она сильно вокруг налипают эти брызги от нее и много дыма а когда варишь с газом в этом варианте то газ как бы и дым сдувает ну в общем намного легче работать такой вот аппарат 2 рулона проволоки идут на зал ски с этими с наконечниками с типами регулятор для газа ган масса и вот насчет шланга не знаю газового сейчас посмотрю если он или нет может придется докупать еще надо будет купить баллон газовый так ну что попробуем сейчас открыть его где наш многоуважаемый нож вот он складе шок против моей руки 17 и 1 8 размером карманный такой так рулетку сторону открываем запах новенького красота какая что тут у нас есть есть диск будем кино смотреть а также всякие рекламные листы сервисные сейчас посмотрим туда пока регулятор сюда пока в сторонку вот и для газа все продувается сюда я тоже ложим пока это у нас масса у нас провод ах ты и розетка не такая которая нужна вот именно под нее нужно покупать наверно адаптер также идет два рулона проволоки но ребята вообще что то она легкая легкая там наверно катушка веса нет ну да это же потом покупать надо будет все так вот ссылка я облом и так как продумал ладно что там еще интересно достаем а вот анган вот анган небольшой почти такой же как на моем маленьком аппарате ну чуть больше в принципе запах новенького так масса а вот тугая сейчас мы его вытащим отсюда с коробки надеюсь также наконечники типы маленькие какой-то размер здесь надо посмотреть на них написано 035 030 линкольн инструкция по замене большого ролика на маленький видео смотрел принципе на ютюбе представление имею как это у меня такая же система здесь на маленьком аппарате вот это вот ну да стандартно откидывается нет зажимается это направляющих стать очень удобно и там она идет почти до с этой соединяется классно здесь все видно под наклоном все понятно газ подключается все буду собирать потихоньку а вот таблица здесь без газовая проволока какую толщину металла на какой выставлять под скорость проволоки подача и сила тока таблица но она не соответствует каждый под себя же правильно выставляет я допустим люблю когда проволоки как бы чуть чуть не хватает а когда ее много или она идет то бывают какие-то наплывы или наоборот подрезы если только много ну короче будем его выставлять потом под себя здесь тоже что без газовая проволока газовая и алюминий это у нас сила подачи проволоки черепаха и кролик а это сила тока a b c d чтоб совсем понятно было здесь номера здесь буквы и здесь также на этой таблице все разжевано до нельзя здесь вертикалка горизонталка вертикальный шов тоже горизонтальный какие положения толщина металла а это под алюминий со специальным ганом ган кстати 260 или 70 долларов стоит отдельно если на него покупать и еще так что сейчас на гане на самом стоит наконечник вот этот черный это для того чтобы без газа варить ну стандартный опять же а здесь есть вот блестящий вот этот наконечник это с газом уже там и зазор другой и все буду сейчас разбираться собирать его ну вот такая история сзади вот он подключается для газа трубка это брекер как он выбивает когда перегрев вентилятор кому то нравится миллер аппараты кому то там еще какие то хобарды всякие компании еще какие то мне допустим нравится линкольн я работал на больших аппаратах такие коммерш это на больших производствах используют мощные и как то он мне нравится в общем я этим уже пользуюсь вот маленьким лет на 20 не подводил слава богу ни разу короче пол нича можно варить одним швом без газовой проволокой это максимально что он может но это очень много если честно я не думаю что его так напрягать буду это уже не знаю там понтоны какие-нибудь или корабли варить такими швами обычно там 3,16 я не знаю может быть 3 миллиметра 4 максимум такой металл а то и меньше скорее всего так что такая машина прибыла домой ну ладно буду собирать сейчас заниматься так сделано все классно мне нравится дизайн такой все у них на высоте молодцы линкольн уэлдпак 180 главная розетка указана что она есть а какой вот у нее конфигурация надо было на коробке нарисовать я бы купил коннектор правильный а то я купил она же не такая вот суета все вау 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 Продолжение следует...